Привет, друзья! Сегодняшний батл Трифоника со стереопарой. Я попросил прокомментировать Катю. Она давно уже в теме, и, кстати, это с её лёгкой руки Edifier когда-то получил оскательное прозвище Эдики. Пусть она себе сама скажет пару слов. Привет! Я очень рада, что прошлый выпуск понравился многим зрителям. Просили несколько слов обо мне. Меня зовут Катя. Я владелец салона красоты Beauty Room в Киеве, который входит в премьер-клуб колористов Украины. Можете порекомендовать его своим подругам или даже купить у меня подарочный сертификат и сделать такой крутой подарок. Сегодня я снова буду краситься и одновременно общаться с вами. А контакты своего салона красоты и социальные сети я оставлю в комментариях. Также, кто не знал, я владелец канала Депо196. И сегодня я сравню для вас три фоника Edifier S360DV с новой стереопарой S880MK2. Похоже на то, что их разрабатывали разные люди. Настолько по-разному они добивались высокого качества и наличия интересных возможностей у этих малышей. Стараясь, чтобы цена не превысила цену, например, фена Дайсона. Логично, что при этом стереопара S880 вышла дешевле. При том, что имеет более свежую начинку, но не имеет саба. Правда, у трифоника саб не то, что сильно аудиофибский. Слишком высоко он играет. Кажется, до 150 гет. Это в обзоре этой модели вы рассматривали. Это очень много. Зато сшит он с сателлитами и цифровым процессором. То есть идеально. Дастся ли пользователю сшить левый саб за 880? Это большой вопрос. Даже если ваш саб очень крутой. Ну, то есть не всегда лучшие компоненты складываются в крутой результат. Хотя, конечно, хочется в это верить. То есть, если вы творческий человек и чувствуете в себе силой сначала сформировать свои требования, а потом по ним найти одинокомпоненты. В нашем случае активные колонки и активный саб. То вас ждет лучший результат. Ну, а нежелающим заморачиваться придется довериться фирме и купить коробочный комплект. Этот и другой. Но вы поняли, что можно сказать по этим конкурентам. 880-ка более современная и кому надо USB-C, то выбора нет. Если нужен беспроводной, Hi-Res тоже. Ее отличает наличие поддержки LDAC и приложения Edifier, которое управляет звучанием. Bluetooth 5.3, опять же. Напомню о выходе для подключения саба. С его помощью вы можете превратить эти маленькие колоночки в мозгодробительный станок. А твиттеры титановые твиттеры. В смысле диафрагмы титановые. А у вуферов алюминиевые. И то и другое мечта аудиофила. Всего этого нет у Трифоника. Но это все меркнет для любителя чистых фибелян, которые играют в планары. 360. Вот это точно мечта аудиофила. Другого. Тот мечтал о титановых, вы помните. А этот уже продвинутый. К тому же набор входовой опции у Трифоника почти такой же. Bluetooth ArtX опять же. Ну и с приятным бонусом 8-дюймовый сабвуфер с проводным подключением. У него даже динамики сателлитов больше, чем у 880-ки. Ну правда, туда можно добавить сабв, и это полностью закроет вопрос. По мощности сателлиты Трифоника примерно такие же, как у 880-ки. А крутилки у 360-ки сбоку. Народу это очень мало нравится. Если бы я сравнивала первую модель 880-ки с этим Трифоником, то не сомневалась бы. А это, пожалуй, имеет много привлекательных сторон. В общем, чем глубже копаешься в возможностях колонок, тем меньше ясности получается. Точно как у меня в магазинах парфюмерии. Так что могу сделать вывод, что или сам углубляешься в тему и добираешься до истины, или переплачиваешь на удачу. А там уже как получится. Как с помадой, честное слово. В заключении послушайте Юрия аудиотест и пишите, пишите, пишите. Ну сначала давайте сравним настройку резонатора в этих системах, то есть сабвуфера от 360-й модели и резонатора колонок 880-х вы видите здесь. Если сложить эти два графика, с целью сравнить их басовые возможности, получим вот такую картину. Понятно, что сабвуфер настроен много ниже. Здесь это приблизительно 50 Гц, что должно перекрывать патчиха от 40 или даже ниже Гц. Частотный диапазон. Ну а малыши 880 имеют тюнг настройку выше 60 Гц. Их кривая импеданса представляет собой вот такую вот картину. Но главное слушать, конечно, на слух может показаться что угодно. Итак, прошу, старый набор треков. Пишите в комментариях, как вам покажется та или иная модель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова